Всем привет! Ну что, сегодня будет на самом деле интересная тема и для женщин, но и для мужчин тоже, потому что эта тема всегда, она как бы касается и той, и той стороны. Сегодня я хочу дать вам свою точку зрения на ошибку, которую чаще всего совершают женщины. Ну, я буду, естественно, говорить как мужчина, со стороны мужчины, да, и как я это вижу с мужской стороны, я не являюсь женщиной, но как раз, знаете, в этом смысле со стороны виднее. Ну, сначала к вам, конечно, вопрос, девушки, дорогие женщины, как вы думаете, какая самая главная ваша ошибка, которую вы очень часто совершаете снова, снова и снова? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что мы всё сами. Давайте, ваши варианты, не стесняйтесь. Вы эту ошибку всегда прекрасно знаете. Слишком много берём на себя, хотим изменить своего мужчину. Давайте ещё версии накидываем. Только на себя надеемся. Ну, вы где-то рядом ходите, ну, почти говорите то, что я вам хочу сказать, но не всё. Они яблоко съели в отношениях. Не, вообще, в целом, я говорю о стратегии выживания женщины в целом в жизни. То есть, какова главная ошибка в стратегии выживания женщины? Есть ещё какие-то варианты? Она ныне расслаблена, не умеем хитрить, вдают в крайности, всё сама. Ну, хорошо, я понял ваши версии, не буду кота за хвост тянуть. Послушайте, всё же очень просто. Всё очень просто. Главная ошибка в стратегии выживания женщины – это то, что она пытается быть мужиком. У неё местами начинают прорезаться яйца, и она пытается из себя строить мужика. Но давайте честно посмотрим, да, что от природы не зря созданы два типа тел. Есть мужские тела, есть женские тела. Они не зря созданы разными. Понимаете? Это откладывает самый фундаментальный отпечаток на жизнь человека. Человек бывает женского пола, мужского пола. Духовное существо не имеет пола. Есть определённые важные вещи, которые связаны с духовной сферой, которые важны в одинаковой мере и для женщин, и для мужчин. Но именно стратегия выживания, стратегия того, как происходит игра у женщины и у мужчины – это совершенно два разных подхода. Женский подход более иньский. Женский… Ну, в женщине просто больше женских гормонов, да, в женском теле больше женского гормона. Так, у меня наоборот, я замужем, и мне это нравится. Вот в том-то и дело, что вам могут навязывать что угодно. Со стороны общества в том числе. Но ваша природа быть женщиной. Женская природа – это не природа активности. Не природа брать и жёстко доводить всё до результата, делать, как я хочу и так далее. Женская природа – она более принимающая, более гибкая, более текучая. Вот зачем вы мне это пишите? Исторически что-то сложилось. Мы не говорим о том, что сложилось исторически. В этих перископ-трансляциях никакие оправдания не работают. Ой, так сложилось, ну вот так вышло и так далее. Ну, какой смысл об этом разговаривать? Я говорю о том, что у вас есть женская природа, и любой женщине в первую очередь важно следовать этой природе. Если вы начнёте из себя корчить мужика, вы будете страдать. Потому что это не ваша природа. Как быть? Как быть женщине, если нет мужика? Искать мужика. Искать своего мужика. Не ждать манны небесной. А делать всё для того, чтобы он появился. Не сидеть дома и не мечтать о том, что вот там белый принц, на белом коне точнее принц прибежит. А делать что-то... То есть пассивность женщины не означает, что она должна сидеть и ничего не делать. Речь не об этом. Речь о том, что когда начинаются, особенно когда начинаются отношения, отношения мужчины и женщины. Женщина должна понимать просто своё положение, свою позицию в этих отношениях. Если она будет доминировать, пытаться, если она будет пытаться строить из себя мужика именно в отношениях, то эти отношения закончатся. Вот у меня с женой я часто это прохожу. И это абсолютно разрушительно к отношениям. Когда... В чём заключается женская природа? Ну давайте я вам расскажу. Смотрите. Исходно есть две базовые энергии. Инь-янь. И они проявлены во всём. Вы увидите во всём. Где-то там немножко женское начало, немножко мужское начало. В каждом человеке тоже есть и женское начало, и мужское. Инь-янь. Но женщина отличается от мужчины тем, что у неё инь сильнее, как бы, да? Проявлена иньская природа, женская природа сильнее. Поэтому она имеет женское тело. А у мужчины проявлена больше янская природа. Иньская природа, она более мягкая, более принимающая, более, как бы, растворяющая такая, да? То есть, и у женщины, ну посмотрите, как половые органы устроены. Женщина принимающая, да? А мужчина, как бы, входящий, активный. Это отражено во всей природе. Вот это надо быть слепым просто, чтобы этого не видеть, да? У женщины свои функции в жизни. Она не предназначена для того, чтобы быть мужиком. Вы понимаете это? Это от природы очевидно. Это вся физиология подтверждает и так далее. Но что делает социум? Он пытается вам продвинуть такую идею, что мы равны. Ну мы равны совершенно в другом. Мы равны в человеческих каких-то базовых вещах, да? В духовных вещах. Вот здесь мы равны. Но в форме проявления, в форме положения мы совершенно не равны. И не можем быть равны. Мы разные. Женщина и мужчина разные. Почему мужчины в жизни не особо активны, особенно в отношениях? Потому что в этом социуме мужчин пытаются сделать женоподобными, а женщин пытаются делать мужеподобными. И женщины с этим соглашаются, мужчины где-то соглашаются. То есть иначе говоря, люди не проживают свою природу. Очень часто не проживают свою природу. Но опять же, это не значит, что мужик, он должен быть все время активный. Он должен быть все время янский. Он тоже имеет, обладает как бы и иньской энергетикой, и янской энергетикой. То есть мужское тело тоже иногда отдыхает, иногда принимает как бы. Но преобладает более активная позиция. Понимаете? То есть он более активен. Он как бы в любом случае лидер. Он в любом случае как-то там охотится, заботится и так далее. Понимаете? Только забота мужская, она одна, одного типа. А забота женская совершенно другого типа. Это разные типы забот. И они не должны быть похожими. Почему чернокожие мужики не хотят работать тогда? Можно тебя спросить, ты чернокожий мужик? Ты чернокожий мужик? Если ты чернокожий, давай поговорим об этом. Но если ты светлокожий, мы с тобой об этом не поговорим. Потому что мы не поговорим с тобой о каких-то там черных мужиках. Есть родственники, не поговорим об этом. Как проявляется мужская забота? Мужское начало, оно активное. То есть, бери, делай, создавай что-то, креатив как бы, да, будь жестким. Периоды вот этого вот проявления активной творческой энергии. Женщина, она больше все-таки по своей природе сопровождающая. То есть, мужик что-то прогенерил как бы, был активным, что-то родил. Женщина, если она его любит, она его как бы в этом поддерживает. О да, дорогой, ты такой классный, какая хорошая идея там и так далее. Или она скажет, слушай, обрати внимание, вот в этой идее здесь есть такие-то и такие-то моменты и так далее. Понимаете? То есть, даже в Библии написано, что как бы, ну как это, Ева появилась из Адама, как из ребра Адама, да. То есть, Ева это как бы, это как бы сопровождающая энергия, то есть, иньская энергия является сопровождающей для янской. А янская энергия является сопровождающей для иньской. Вы поймите, вот инь-янь, если вы понимаете все, больше ничего не надо понимать. Вот об этом важно не забывать, потому что многие бабы отращивают себе яйца и даже в семейных отношениях начинают занимать активную доминирующую позицию. Если женщина начинает занимать активную доминирующую позицию, нагнетать что-то, давить на своего мужика, пытается от него что-то жесткими способами как-то получать, или жестко она пытается в жизни проявляться, она уходит от своей природы. Она никогда не будет в этом счастлива. Она может в этом получать результаты, чего-то добиваться, только счастья в этом не будет, гармонии в этом не будет. Это главная ошибка женщины. Женественность зависит от воспитания, родительского примера, не зависит. Женщина, вы рождаетесь женским телом. Вот у вас женское тело, все, это ваш дизайн. То есть, это ваш дизайн, вы женщина. И в первую очередь важно не забывать об этом. А если у вас мужеподобная личность была сформирована воспитанием, то это и является отклонением. То есть, ваша личность, она не соответствует природе тела. Конечно же, такая женщина, кто должен быть в семье лидером? Ну а как вы думаете, кто должен быть в семье лидером? Ну вот, что вам первое приходит? Кто должен быть лидером? Кто у нас в основном является лидерами? Вот посмотрите так по жизни. Кто у нас управляет государствами, управляет компаниями? В основном. Я не говорю, что есть какие-то там отдельные особи и исключения из правил. Но вы думаете, это просто так сложилось? Нет, жена не управляет. Жена, у неё свои формы. У неё свои формы. Понимаете? Как она принимает участие? Она договаривается, она обволакивает своей заботой, обволакивает любовью. Она как камертон. Всё время для мужчины она как камертон. Она резонирует с ним. И как бы в чём-то его поддерживает. В чём-то может не поддержать. Но если она начнёт управлять, всё, пипец. Я говорю из своего опыта. То есть я говорю из своего опыта. То есть когда моя жена начинает пытаться управлять, всё. Я чувствую, что эти отношения разрушаются. Может, совсем можно перебарщивать. Но для этого и нужна осознанность, чувствительность. Чтобы вы чувствовали, где как бы достаточно. Понимаете? Где достаточно. Нет уже здесь никакой схемы. Нет, когда достаточно. Нет правила никакого, когда достаточно. Но если вы любите своего мужчину, женщины, дорогие мои. Если вы любите своего мужчину, вы его хорошо чувствуете. Вы же как половинки. Вы резонировать должны. Понимаете? То есть в гармоничных отношениях идёт открытый канал взаимопонимания. Чувствование друг друга. То есть очень важно в любых отношениях открытости. Если нету полной открытости в отношениях, есть какие-то формы закрытости. В этих местах эти отношения будут страдать и рушиться. Понимаете? То есть что такое мужчина и женщина, которые входят в отношения? Это как бы плюс и минус, которые начинают притягиваться и сближаться глубже, глубже, глубже. Если между ними что-то стоит и мешает им сближаться, то есть нет открытости. Есть какая-то что-то мешает. Оно важно это всё обговаривать, обсуждать. Открыто опять. Понимаете? Всё переплавлять. Любовь, она как бы сжигает всё это. Нет, и с манифестором можно, с кем угодно можно. Понимаете? С кем угодно. Есть женщины-манифесторы. Но если вы любите эту женщину, она будет вас по-своему, по-манифесторски поддерживать. Понимаете? Здесь не идёт речь о типах. Я не говорю сейчас о типах. Я не говорю о типах. Я говорю в целом, ещё глубже. То есть давайте мы отложим все эти типы и посмотрим в основу природы жизни. В самой основе природы жизни лежат две энергии. Инь-янь. Инь-янь. И их танец. Как бы всё происходит из этих двух энергий. Это два главных архетипа. Мужское и женское начало. То есть целое делится в первую очередь на два архетипа. На мужское и женское. И в зависимости от каждого архетипа, у каждого мужского архетипа свои качества, у женского архетипа свои качества. Всё остальное уже продолжается дальше. Как бы там какие-то там дизайны тел, там какие-то инициации и так далее. Это ниже. Это ниже. А в основе архетип женский архетип. Так вот, у женского архетипа есть своя природа проявления. Вот почитайте, что такое инь. Какие качества у ини энергии, свойства. И понаблюдайте, проживаете ли вы, как женщина, свои свойства. Или как мужчина. Обычно эти все свойства у вас аберированы, искажены. Вы верите, что вы должны так жить, вы должны так жить. Но вы часто уходите от своего базового архетипа, от своей базовой природы. И начинайте пытаться проживать то, что вам не свойственно. Архетип, то есть вы женщина, у вас базовый архетип женский. Но вы пытаетесь периодически проживать мужские роли, мужской архетип. Всё. И как только вы туда полезли, ну не будете вы себя в своей тарелке чувствовать. Вам важно просто понять. Путь женщины – это путь сдачи. Путь приятия. Путь любви. Путь обволакивания. То есть иньская энергия, она обволакивающая, поглощающая. А я думаю, муж и жена не должны быть противоположны. Но вы думаете. Вы очень много чего думаете. Но инь и янь, они являются разными энергиями. Но нету отдельно, вы поймите просто, нету отдельно иньской энергии. Как таковой, её нету. Везде, во всём сразу две энергии эти. Её нету отдельно женской энергии, вот в чистом виде, её нет. Но в женщине эта энергия просто является главной. Она является доминирующей. Что откладывает, ну как бы, отпечаток на всё её поведение. Понимаете? То есть это не значит, что женщина не может быть активной. Ну конечно, вы всё время действуете. У вас всё время, женщины, у вас всё время тоже действует женская энергия и мужская энергия. Понимаете? Просто вам важно видеть, когда мужская энергия вас начинает захватывать и доминировать в вас. Это является для вас неестественным состоянием. То есть если в вас где-то начинает преобладать янская энергия в женщине, это всегда компенсация того, что она не может, как бы, эта женщина не может проявляться как женщина. Понимаете? То есть это всегда компенсация. Когда мужик становится женственным, и это становится его хроническим состоянием, а женщина становится мужественной, это всегда извращённое состояние. То есть это форма компенсации какого-то извращения, которое появилось в жизни, Блокировки какой-то, понимаете, то есть вы где-то как женщина заблокированы, то есть ваша природа быть женственной, иметь какие-то сексуальные отношения как женщина, иметь какое-то общение как женщина в жизни, иметь какие-то другие игры женские, ваши естественные игры женские, какие-то из этих игр заблокированы. Чем они заблокированы, это другой вопрос. Какие-то комплексы, какие-то социальные обуславливания, что-то блокирует вашу женскую энергию. И вместо того, чтобы пойти и разобраться, а что меня блокирует как женщину, многие женщины принимают позицию мужчины, становятся эмансипированными. Это извращение всегда. Это всегда извращение и заблокирование женской энергии. То есть была какая-то психотравма или еще что-то. Понимаете, вот почему лесбийские отношения часто возникают. Женщина начинает любить другую женщину. Здесь невозможен, то есть нормальный энергетический обмен здесь невозможен в таких отношениях. Женщина нуждается в мужчине, в мужских гормонах, в мужской химии, в мужских энергиях. Она нуждается в сексе, в браке. Понимаете, то есть женщина плюс женщина – это извращение. То есть это извращение, как и мужчина, и мужчина – это извращение. Здесь ничего не может получиться на самом деле, как от природы должно быть. Но почему люди идут? Потому что у них был, например, какой-то опыт, неудачный опыт. То есть женщина нарвалась на какой-то неудачный сексуальный опыт с мужчиной и была как-то закомплексована, заблокирована. Ее женская энергия, она получила какую-то психотравму, иначе говоря. И все. Один раз это получилось, она сделала неправильный вывод из этого. И каждый раз, когда она идет теперь в отношения с мужчиной, она испытывает какую-то боль. Какие-то вот эти прошлые, вот эту прошлую историю. Так ей нужно пойти в это все равно и прожить это. Прожить это. Но с одним мужчиной не получилось, да, там было. Нужно идти через боль и продолжать это. А люди вот они как бы все это неправильно понимают, все это извращают. И из этого строят абсолютно ложную стратегию для себя в жизни. Начинают проживать какого-то персонажа, которым они не являются. Понимаете? Вот, вот что происходит. Но каждый из вас, все, уже ваша судьба предопределена. Вы женщина. Если вы получили женское тело, все. Уже с этим все понятно. Никаких женщин, как бы, сексуальных отношений с женщинами не получится. Вы в этом не будете самореализованы и счастливы. Никогда. Может только какие-то компенсации быть. То же самое, когда вы сходитесь с мужиком. Важно все время помнить, что вы, вы женщина. Не надо из мужика своего бабу делать. Его важно любить, сопровождать, общаться с ним, быть открытой, быть восприимчивой. Принимать, поддерживать, как бы, да. Но если вы с чем-то не согласны, не надо просто рабски это все принимать, обсуждайте. Обсуждайте. У вас тоже есть ваши права. Вы имеете право их отстаивать. Не надо совсем соглашаться. Но я говорю об общей стратегии. Общая стратегия женщины. Не надо отращивать яйца себе. Не надо быть мужиком. Понимаете, о чем я говорю? Так же, как мужикам не надо быть бабой. Может какие-то вопросы остались? Может вы с чем-то не согласны? Может я что-то говорю непонятное? Может это неразумно как бы выглядит, да? Ну, если я говорю, вот посмотри на себя, посмотри на свою письку, на свое тело и узри, кто ты. Узри просто, кто ты есть. И пойми, что ты не баба. Или пойми, что ты не мужик. И не судьба твоя жить как мужик. Просто не судьба. Ну, нет, ты можешь так жить, только счастья там не будет. Не будет реализации твоей природы. А если муж баба, что делать? А что, ну, что ты с ним делаешь? Вот, что делать? Что ты с ним делаешь? Нет, перевоспитать невозможно. Что ты с ним делаешь, если он баба? Тебе кто, мужик нужен или баба? Вот, скажи мне. Ну, слушай, вот ты пишешь, Люба, если нет мужика, все равно сама ведь все себе добываю. Ты можешь мужика себе добыть? Ты сама себе все добываешь. Первое, что должна добыть баба, это мужика. Можешь, можешь. Ты можешь. Я уверен, ты можешь. Ты красивая, у тебя все возможности есть. У тебя что-то от этого останавливает. Ты боишься чего-то, знаешь как. Что такое быть мужиком? Ну, хорошо, давайте поговорим еще об этом. Ну, давайте так. Женщины, напишите, пожалуйста, как вы думаете, что такое быть мужиком? Вот что такое быть мужиком? Давайте озвучьте ваши, не идеи даже, а чувства. Вот как вы это чувствуете? Двигаться. Ну, все двигаются. Решать проблемы, все решают проблемы. Женщины тоже. Командовать. Ну, да, ближе, но брать ответственность на себя. А что, женщина не может брать ответственность на себя? Есть просто разные области. В одних областях ответственна женщина в семье, а в других областях ответственен мужчина. Мы не об этом говорим. Мы не говорим, что в целом. Вот что склонен мужик делать? Ну, наверное, вот для мужика нормально охотиться, да? Ну, вот как-то так вот исходно сложилось. Почему так сложилось, что в основном охотились мужики? Ну, вот почему так сложилось? Неужели вот мужчина и женщина сели так вот, поговорили и решили, слушай, там, женщины сказали, вот будете охотиться вы, а мы будем сидеть. Да, то есть мужчины в каком-то смысле физически сильнее. Женщины выносливее на протяжении времени, но мужчины сильнее в ограниченный период времени. Женщины более импульсивные, да? Ой, мужчины, точнее, я извиняюсь, тут у меня соседи двигают мебель какую-то, затрахали уже, мешают перископ трансляции вести. Мужчины более импульсивные, более активные, более агрессивные там, где нужно проявить эту агрессию, более вспыльчивые как бы. Женщины менее агрессивные, более принимающие, более спокойные, более уравновешивающие. Понимаете? Вот у меня даже есть семейная пара, ну, мои наставники, у которых я прохожу там процессы какие-то, вот это классический вариант. Он центр как бы, он активный, он принимает решения, но он очень импульсивный. Женщина, его жена как бы, она его уравновешивает. Она все время, эй, подожди, давай, давай, так, это спокойнее, спокойнее, вот ты подожди, давай не будем на эмоциях, вот давай здесь посмотрим так, так и так и так. То есть постоянно идет уравновешивание друг друга. Один центр как бы импульсивных решений, активности, другая как бы его сдерживает, как бы его укутывает, уравновешивает все время. Вот это нормально. Это нормально. То есть мужчина более активный, более импульсивный, более энергичный, вот в смысле принятия каких-то решений, действий. Женщина, она его как бы уравновешивает, уравновешивает, любит, любит. И во всем, во всем так же. Вот если, давайте, ну, я извиняюсь, конечно, но возьмем те же самые сексуальные отношения. Просто есть опыт как бы, да, мужчина может спешить как бы, я извиняюсь за выражение, да, но мужчина может спешить как бы. Женщина, мудрая женщина, эээ, так подожди, подожди, как бы женщина у нас получает как бы оргазм после того, как проходит время. То есть женщине нужно время. Ей нужно время, она много раз получает. Поэтому если мужик начинает спешить, женщина остается неудовлетворенной. Ну правильно я говорю, да? Он быстренько сделал свое дело, пшик, все, как бы. Но женщина, мудрая женщина, она будет делать все для того, чтобы как бы это продлилось. Это продлилось во времени, все получили удовольствие от этого. И мужчина, чтобы это был не просто физиологический секс, это был энергетический процесс. Секс это всегда энергетический процесс в первую очередь. То есть начинает как бы, когда мужчина возбуждается, начинает возбуждаться мужская энергия, в первую очередь сексуальная. Если этот секс правильно происходит, то эта мужская энергия начинает циркулировать с женщиной. Понимаете? То есть там начинает циркуляция происходить. И чем сильнее она циркулирует, чем глубже этот идет процесс, тем сильнее как бы получают удовольствие оба партнера в сексе. Понимаете? Это правильные сексуальные отношения. Но когда мужик не уравновешен, то все это быстро заканчивается, оба не удовлетворены. А что это было? То же самое в жизни идет. То же самое, абсолютно то же самое. Такой же секс у мужчины с жизнью идет. Он импульсивный, какие-то решения и так далее, и так далее. Он может много наделать дров, если нет женщины рядом, мудрой женщины, которая его будет как-то там уравновешивать. Поэтому часто и говорят, что в определенной степени успех мужчины определенным образом связан с женщиной, которая рядом. Она ему просто дает устойчивость. Она дает ему компенсацию. Как бы, ну не компенсацию, это неправильное слово, а уравновешенность. Понимаете? Вот. И скажите мне, что я не прав. Ну вот кто мне скажет, что я не прав? А если наоборот мужчина во всем советуется и сам не принимает решения? Ну, всякие есть проблемы с мужчинами тоже. Нерешительность мужчины. Мужчина может быть закомплексован, подавлен. Мужская энергия может быть подавлена. Он может быть ограничен. Он может иметь какой-то бессознательный банк, который подавляет его мужскую энергию. Это сплошь и рядом. Что вы думаете, столько извращенцев сейчас, педофилии, гомосятины и так далее? Откуда это все? Это все состояние ума. Люди подавлены просто. Исключений нет. Абсолютно нет. Есть извращения, есть. Исключений нет. Мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. Как разбудить эту энергию в мужчине? Это мудрость женщины. Если она его будет любить, если она его будет поддерживать, если она не будет его подавлять, если она не будет оказывать на него какое-то негативное, постоянное, депрессивное воздействие, если она его по-настоящему полюбит, то есть если женщина по-настоящему любит мужчину, она начинает, естественно, укутывать его, окутывать этой любовью, окутывать заботой, окутывать этой женской энергией. И когда он получает много этой женской энергии, конечно, он начинает чувствовать себя как мужчина больше. В нём начинает пробуждаться его мужественность, его мужская энергия. Да, это работает так. Но найдите, покажите мне сейчас женщину, которая не пытается что-то лепить из своего мужика. Не пытается к нему какие-то претензии постоянно. Постоянно. Ты должен это. А почему ты это не делаешь? Давай ты будешь это делать. Кто будет деньги зарабатывать? Почему ты такой, а не такой? Не нужно это всё нам, мужикам. Вот я вам говорю, ни одному мужику не нужны ваши претензии, не нужны ваши амбиции, не нужны ваши что вам купить. Любому мужику нужно только одно от вас, любовь ваша. Ваша забота, чтобы вы пришли и обняли его. Чтобы вы ему дали, и в том числе там и сексуальную поддержку, и энергетическую поддержку. И как-то его поддержали в его каких-то начинаниях. Понимаете? Вот всё, что нужно мужику. И тогда мужик, он начинает на это откликаться. Он видит, что наконец-то появилось существо рядом со мной, которое меня принимает, которое меня любит, поддерживает. Понимаете? То есть вот всё, что нужно мужчине. Поддержка со стороны женщины, любовь, забота, окутывание. В том числе и сексуальные отношения, конечно же. Вот эта тема, что мужик должен добиваться женщины. Он должен что-то делать, чтобы получить секс. Это манипуляция всё. Это просто игры женщин, аберрированные, искажённые игры. Не должно быть никаких... Он не должен чувствовать, что для того, чтобы получить от вас секс, получить доступ к вашему телу, он что-то должен для этого делать. Он ничего не должен делать. Не должно быть никаких условий. Понимаете? Не должно быть никаких условий. Это взаимность. Это и есть любовь. Вы готовы общаться друг с другом на разных уровнях. Если мужик ничего не хочет, нет целей, надо разбирать отдельно эту ситуацию. Но в том числе это может быть связано и с вами. С тем, что он просто не получает женскую поддержку от вас. Да, правильно. Какое отличное слово. Вам нужно быть просто женщиной. Быть открытой. Быть естественной. Быть любящей. Всё. Больше ничего не нужно. Нужно вот эту понять свою женскую природу и просто её проявлять открыто. Перестать манипулировать. Перестать в какие-то играть странные игры. В смысле, можете сделать лучше, чем он. Ну, смотря что сделать. Опять же, вы говорите какими-то общими словами. Что сделать конкретно? Если вы можете лучше воспитывать детей, как женщина, ну, конечно, вы должны делать. Воспитывать детей, в первую очередь, это задача женщины. Мужчина просто как бы он поддерживает периодически. Но в целом, там, возиться с детьми, как бы, одевать их, там, заботиться о них, это женская энергия. Забота – это вообще больше женская тема. Вот именно, как бы, постоянное окутывание. Почему рожает женщина? Это больно быть открытой. В душу наплюют. Да, поэтому всю жизнь буду проживать в доспехах и буду всю жизнь закрытой. Не буду пускать никакие энергии в себя. И буду просто в болоте в своем жить, да? В закрытости. Закрытая система, она не имеет обмена. Понимаете? То есть, если вы закрыты, то у вас и плевки, вместе с плевками не попадает, и все хорошее. Понимаете? То есть, все хорошее тоже не проходит. Поэтому нужно открыться и научиться трансформировать, проживать эти плевки. Они не так часто происходят. Понимаете? Эту боль, которая иногда может случаться, важно открыто принимать тоже и проживать. там какие-то еще вопросы были, я не успел все прочитать. Вы посмотрите, вы просто посмотрите, что сейчас происходит. Я там краем глаза в Ютубе нарвался на программу, пусть говорят, или что-то такое, где выходит девушка и начинает заявлять о том, что она как бы живет только, если ей мужчина платит 25 тысяч долларов в неделю, то есть 100 тысяч в месяц, и так далее. И вот когда она начинает все это проговаривать, с такой полной уверенностью, ну, то есть, выходит проститутка, дорогая проститутка, и начинает заявлять, что вот я как бы готова пойти в отношения, только если мужик мне платит определенную сумму денег. И это как бы она так спокойно об этом говорит, совершенно нормально говорит. То есть только, когда я получу деньги, я готова тебе отдаться. Это разве любовь? Где здесь любовь? Где здесь женская природа? Ничего подобного. Это торговля. Понимаете? Это торговля. И в этом сейчас находится огромное количество женщин. Они считают, что продавать себя это нормально. Выставлять условия мужикам это нормально. Это ненормально. Это изврат, полный изврат подлинных отношений. И в этих тенденциях живет сейчас много-много людей. Они пропагандируются. Понимаете? Это как бы религия. Это вот пропагандируется. Это все извращение. Полное извращение. Если вы будете так жить, так относиться к мужчинам, вас будут иметь и выбрасывать. И все. Вами будут пользоваться те, у кого есть бабки, и выбрасывать вас как материал. То есть это отношения тел. Это отношения тел, но максимум умов. Но в целом это телесно-ориентированные отношения. Когда они построены по принципу «ты мне, я тебе». Отношения душ совершенно другие. Гармоничные, естественные отношения совершенно другие. Два человека встречаются, они друг другу нравятся, они испытывают чувства искренние. То есть они притягиваются друг к другу, и они идут в это притягательное. Они идут и идут открыто полностью. И когда они идут в это открыто, они полностью друг другу доверяют, открываются, проживаются вот в этом всем. Тогда все нормально идет. Оно естественно идет. А когда вы потребительски друг к другу относитесь, что первая вещь, которую часто женщины в отношениях, из моего опыта, у меня был опыт с разными женщинами, очень часто женщины начинают как бы, ну это называется динамить там или по-разному. То есть они начинают отдалять доступ к телу. Любыми способами отдалять доступ к телу. То есть секс – это вот когда я уверена, когда я уже вижу, что ты можешь мне что-то дать, что ты из себя представляешь что-то серьезное. То есть не опираются на чувства. То есть очень часто уже с чувствами все понятно. Я нравлюсь ей, она нравится мне, то есть уже все понятно, уже в принципе идет естественный процесс, мы хотим быть вместе. Но женщина, опираясь на какие-то идеи, начинает это динамить и водить его вокруг да около, что-то там пытается, не знаю, что-то она там пытается увидеть, настроиться со своими идеями какими-то и так далее. Ну и что? Ну и хорошо. Слушай, вот у тебя есть какой-то мужчина, да, и он хочет с тобой секса. Ты на него смотришь и чувствуешь, да ты не против тоже, он тоже тебе нравится. У вас какая логика начинается? Нет, я вот, я так просто не пойду, я просто так не отдамся. То есть секс это какой-то, знаешь, сакральный опыт. То есть это что-то такое, вот до чего надо дорасти. От природы такого нет и никогда не было. от природы все намного проще. Все намного проще устроено. Тебе нравится мужчина, ты испытываешь к нему влечение, мужчина испытывает влечение к тебе. Все. Вот если убрать все это социальное обуславливание, все эти глупости, которые придумали люди, все упрощается. Вот как в животном мире все начинается. Понимаешь? Все просто. Я нравлюсь тебе, ты нравишься мне, мы идем в это. Это не происходит только по одной причине, потому что оба пола начали быть очень сильно заморочены. Но ты пойми, вот смотри, это как бы между мужчиной и женщиной всегда идет взаимодействие на разных уровнях. Есть телесный, физиологический, есть умственный и есть духовный. То есть взаимодействуют всегда три уровня. Самый простой и доступный самый простой и доступный и самый очевидный сразу. Это, конечно же, физиологический уровень. Это самый простой. Поэтому как бы то есть он самый доступный. Здесь проще всего сблизиться. Очень часто как бы когда мужчина и женщина встречаются, начинают общаться, у них идет сначала больше физиологический, ментальный какой-то, да, но духовный они еще не распознали. То есть это требует времени. То есть очень часто именно духовное соприкосновение и понимание, что это родная душа, это требует времени как бы. То есть это требует времени на то, чтобы раскрыться. Поэтому всегда так или иначе происходит сначала интеллектуально-физический контакт. Мы, например, можем обнаружить, что мы тянемся друг к другу на физиологическом уровне и разделяем какие-то общие ценности, общие цели. То есть нам есть о чем поговорить, да, иначе говоря, нам прикольно как бы физиологически, сильное физическое как бы взаимопритяжение идет, понимаете? А вот родная душа или нет, это вы поймете во времени только. Сразу никто не понимает этого. Это динамика, которая проявляет себя во времени. То есть это любовь, понимаете? То есть это, иначе говоря, настоящая любовь. Настоящая любовь никогда не происходит резко. Может быть интенсивная страсть, там какая-то влюбленность, но настоящая любовь это глубокое чувство. Оно себя проявляет только во времени. То есть вы можете увидеть это чувство только во времени. Сразу вы никогда не поймете. Поэтому сразу на этом уровне отношения почти никогда не начинаются. Они всегда начинаются на физиологическом, таком энергетическом, интеллектуальном уровне. А потом мы уже смотрим, насколько сохраняется некое притяжение друг к другу. То есть насколько нас как бы влечет эта игра, это соприкосновение друг с другом во времени. То есть насколько нам намного лучше вместе во времени, чем по отдельности. Понимаете? Но очень часто, чтобы найти то, действительно, что ты ищешь, идет эксперимент. Ну эксперимент. Ты соприкасаешься с одним мужчиной или с женщиной, с другим, с третьим. Идет эксперимент. Потому что вот это подлинное, глубокое, оно требует времени, чтобы раскрыться. Сразу не видно. Что, вот в чем заключается ошибка? В том, что вы не идете в отношения, ожидая вот этого вот большого, светлого чувства. Это большое, светлое чувство раскрывается потом в отношениях. Вы никогда сразу в отношениях не поймете, это ваша любовь или нет. И здесь вы сами себя помещаете в капкан. То есть вы ищете это большое, светлое чувство, да? А оно раскрывается тоже через эксперимент. Вам нужно с этим повстречаться, с этим, с этим, с этим. Вы поймете, поймите меня правильно, так совсем в жизни вообще, совсем вообще, с работой так же, с отношениями, совсем, с отпуском. Вы куда-то выбрали себе какое-то место, поехать на какой-то остров. Вы ничего не поймете про этот остров, вы не влюбитесь в этот остров, пока вы туда не приедете и не побудете там какое-то время. Ну, блядь, как это непонятно-то? То же самое с женщинами, с мужчинами. Пока вы не войдете в отношения с мужчиной, с женщиной, вы ничего не поймете про него. Он вам не раскроется, вы ничего не поймете. Так вот, бабы, которые боятся войти в отношения, боятся иметь какой-то секс, ой там, а вдруг ничего не получится. Вы просто, у вас вот просто в мозгах непонятно что, понимаете? Вы просто вот в бреду в каком-то живете. Жизнь так не работает, не работает. Все идет через эксперимент, через чувственное соприкосновение, через опыт, через танец, через игру какую-то. Поэтому идите в эти отношения. Кто-то вам понравился, вы никогда не знаете, это ваша любовь или не любовь. Никогда вы не узнаете это заранее. Вот эти идеи бабские, ой, я должна заранее вот увидеть и все. Вот это он точно, это моя судьба на всю жизнь. Это херня какая-то. Это может, конечно, и так быть, но вероятность там, не знаю, 1% из 100. И другая крайность, опять же, другая крайность заключается в чем? В том, что вы застряли в каких-то отношениях. Да вы видите, уже здесь любви нету. Нету, это не ваша любовь, это не ваши отношения. Нету здесь большого светлого чувства. Но вы продолжаете в этом быть. Вы боитесь пойти в эксперимент. Понимаете? Все, а что, вот если я, не дай бог, отпущу сейчас эти отношения, у меня ничего не будет. Правильно? Если вы будете сидеть и ни хера не делать, у вас ничего и не будет. Если вы не будете пробовать опыт какой-то, ничего у вас не будет. Понимаете? Так что вот так вот. Да, проживайте отношения разные. Если какие-то отношения исчерпали себя, ну прекращайте их, признавайтесь себе вовремя. Ну все, вот что-то как-то в этих отношениях намного хуже вместе, чем по отдельности. Ну вот как не встретимся, постоянно какая-то колбаса там, какие-то, что-то не дисгармония какая-то. Ну это все, это признак того, что вы терпите друг друга уже, расходиться надо давно. Нет, это самое простое себе признаться. Самое простое. Ваша вся сигнальная система вам об этом говорит. Любите вы другого человека или не любите? Вот вы когда начинаете общаться, ну видно же это сразу. Вы испытываете искренний афинити. Вы хотите с этим отношения иметь человеком. Вы хотите, вот секс, кстати в отношениях секс очень хороший показатель. Между мужчиной и женщиной. Если в сексуальной сфере все хорошо, отношения, все хорошо. Только начинается какая-то проблема с отношениями, она сразу же проявляется в секс. А секс начинает, ну меньше происходить, просто реже. В некоторых отношениях он вообще может исчезнуть. Понимаете? Вот секс как камертон. Часто. А сколько, вот у меня сколько было ситуаций, мы посрались, да, мы посрались с женой. И мы находимся в какой-то, ну у нас что-то не улажено. Какая-то была ссора. И когда мы потом сходимся, миримся, миримся. Мы открываемся друг к другу, все это проговариваем, как бы все, высвобождение идет. И что после этого? Дикая affinity, дикая симпатия друг к другу и желание опять как бы заняться сексом. Понимаете? То есть это идет такое как бы желание вот просто соединиться опять с этим человеком. Понимаете? Оно сопровождается бурным сексом часто. Поэтому секс, он как критерий часто. Если вы любите другого человека, у вас нормальные отношения сексуальные будут. Да, дикое шпиль или может быть. Потому что дикая энергия рождается в этом. Так что, дорогие мои девушки, женщины, будьте женщинами. Помните о том, что ваша природа быть женственными. Любить, заботиться, быть открытыми, быть принимающими, поддерживать. Не надо над отношениями работать, надо над собой работать. Отношения это какая-то абстракция. Отношения это взаимодействие вашего и другого человека. Если вы открыты, если другой человек открыт, если вы искренни, если вы честны, если другой с вами честен, вы все время провоцируете его на честность. Я честно скажу, в наших отношениях, например, с моей женой, я являюсь всегда инициатором открытости. Я всегда вынужден, когда возникает какая-то ситуация, какие-то недосказанности, я выступаю как катализатор всегда. И я считаю, что это ненормально. Это одна из причин, почему наши отношения не находятся в хорошем состоянии, скажем так. Потому что на самом деле, женщина, эта позиция больше женская в том числе. Ладно, на этом будем завершать нашу перископ-трансляцию. Я надеюсь, я вам донес основную мысль, что не надо отращивать себе яйца. Просто изучите хорошо природу мужчины, какие-то тенденции мужские. И поймите, что это не ваши тенденции. Нет, женщина может работать. Почему? Пожалуйста. Просто ей не надо это делать, как это делает мужчина. Вот я когда беру, например, женщин, брал в команду к себе, в бизнес, я всегда прекрасно отдавал отчет, в чем женщины лучше. Они более долгоиграющие, они более, скажем так, терпеливые. Они спокойнее выполняют какие-то однообразные циклы. Понимаете? Они менее импульсивные. А если они работают в саппорте, их сложнее вывести из себя. Они более принимающие, более гибкие. А мужика вывести из себя легко. Когда он сидит в саппорте, он может выйти из себя легко. Поэтому часто есть просто профессии, исключительно женские. И у меня вот в моей компании как бы есть просто исключительно женские профессии. Я просто понял, туда нет смысла брать мужчин. Они там не приживаются. То же самое в жизни. Важно понять, что женское. Что женское. Какая ваша стратегия женская. Вот есть тоже, знаете, как бы есть такая глупость, что если, например, встречаются мужчина и женщина, и понравился друг другу каждый, то инициативу должен обязательно проявлять мужчина. Это не всегда так. Это не всегда так. Женщина может проявить тоже инициативу, но она это делает по-другому. Она не подходит и не берет как бы эту жизнь. То есть она не клеится так же, как мужик к женщине. Она может подсесть. Она может просто сама сблизиться. Понимаете? То есть не обязательно там далеко сидеть, поправлять волосы и смотреть. Хотя иногда этого достаточно. Но если мужчина как бы тоже смотрит на вас, но не действует, вы можете сами сократить дистанцию, подойти ближе, познакомиться как-то. Понимаете? Вот у меня, как это ни странно, у меня в жизни всегда так получалось, что меня находили женщины. Вот удивительно как-то, что всегда вот те женщины, с которыми у меня получалось, надолго как бы в отношениях оставаться. Не я как бы брал бастилию, да, а как-то так получалось, что я нравился какой-то женщине. Вот у меня первая была женщина, с которой у меня были длительные отношения, Наташа. Мы познакомились в ночном клубе. Она просто пришла один раз, как бы, да, в ночной клуб. Увидела меня там. И первый раз она как бы, ну, я ее не видел. Она на меня не обращала внимания. Второй раз она пришла из-за меня. То есть она первый раз пришла с девочками просто отдохнуть. На следующий день, это было в субботу, она в воскресенье пришла тоже и увидела меня там снова. Как бы, да. И в этот раз она просто, ну, подсела как-то там. То есть, обрати на меня внимание, иначе говоря, там такой месседж был, обрати на меня внимание. И вдруг я ее увидел, я ее распознал, и она мне вдруг ну, как бы, стала привлекательной, интересной. И туда-сюда разговорились, и все, и пошло-поехало. Несколько лет были отношения. Понимаете? Со второй Наташей вот тоже получается, я там искал себе, как бы, подругу разными способами там. И в том числе, как бы, я размещал анкеты там на сайте знакомств. И все, я уже про это забыл. Я про эту анкету на сайте знакомств забыл. И уже расслабился на эту тему. И бац, и мне пишет это Наташа. Как бы, Наташа мне пишет, слушай там, привет, как у тебя дела, там туда-сюда. Вот как у меня в жизни получается. Но когда эти отношения начинаются, все, важно помнить, мужик это мужик, а женщина это женщина. С женой сейчас уже не очень, честно скажу. Вот так и встретились. Она мне написала, на мамбе написала мне, и все. Я посмотрел, зашел, анкету посмотрел, ну прикольно, интересно, почему мне встретиться. встретились, начали общаться, пошел процесс. Но если бы я ничего не делал, сидел бы, ждал манну небесную, там, ничего бы и не было. Понимаете? Но 8 лет пока, да, самое длительное. Да, это жена Наташа. Ладно, все, у меня уже, смотрите, у меня вода кончилась, и во рту пересохла, и уже мы достаточно долго общаемся. Я каждый раз прихожу в Перископ-трансляцию и даю себе слово, что я не буду ее проводить дольше, чем 30 минут. Вот, и каждый раз у меня час получается. Просто лучше для Перископа делать более короткие трансляции. Что ж, надеюсь, мне удалось вам передать месседж. Давайте, до следующей Перископ-трансляции. Перископ-трансляции.